Привет любителям хороших игр и интересных историй по ним. Сегодня мы окунемся в мир бесконечных войн в игре Foxhawk, где за один игровой день вы сможете умереть пару десятков раз, пополнив при этом счетчик смертей своей фракции. Также эта игра не обделена интересными историями при наступлении либо во время обороны от врага. Не буду больше постамить и приступаю к истории. Мое приключение началось с того, что я появился на одной из боевых точек, взял с собой оружие, несколько гранат и направился на фронт боевых действий. А именно, прям самое жерло врага. Был день и снежная погода, посему я был как на ладони, мне нужно было срочно найти укрытие. Нашел окоп, который запрыгнул и аккуратно посмотрел на наличие врагов, а когда таковых не обнаружил, начал осматриваться, что вокруг меня происходит, и увидел рядом танк. После чего немного отбежал от этого места, так как у меня было чувство, что меня заметили. Когда я сменил позицию, то через некоторое время обнаружил еще один танк, уже более серьезный, который остановился рядом со мной, и из него вылез враг для починки этого самого танка. Ну а я в свою очередь открыл огонь и ранил врага, после чего он сразу же залез в танк. Также увидел бежавшего пехотинца, по которому открыл огонь и даже смог его ранить. Но моя позиция была рассекречена, и мне нужно было срочно уносить ноги. Огонь врага шел с разных сторон. Пока находился в окопах, уничтожил бежавшего за боеприпасами минометчика. После на корточках стал менять позицию и передвигаться по окопу. Однако враг подбежал ко мне в самый притык, и, используя штык-нож, меня убил. Так прошло мое первое боевое крещение в Фоксхолл. Возродился на базе, взял оружие со склада и направился обратно на фронт. Кстати говоря, согласно лору игры, мы не совсем возрождаемся. По сути, после каждой смерти мы играем уже за нового солдата. Соответственно, у нас по лору игры одна жизнь, но возрождаться и играть за нового яку мы можем бесконечно. Однако, таким образом ведется подсчет убийств, как со стороны врага, так и с нашей. Да, бежал до ближайшего дерева и лег для перезарядки. Но на меня стал наступать противник, и пришлось экстренно развернуться в его сторону. Хоть он и пытался уворачиваться, пока я стреляю, однако победа в этой стычке была за мной. Подполз к нему ближе и забрал снаряжение. Особых богатств у него не было, пару гранат да патроны. Однако, и это стоит экономить, так как любой боеприпас и оружие не бесконечно. Их необходимо производить, после чего доставляться с складов на фронт. Иначе нам попросту нечем будет воевать. А когда нас убивают, то наше оружие теряется вместе с нашим телом. То есть, когда мы берем определенное количество боеприпасов со склада, а после их где-то херем, то они не появляются магическим образом на складе. А попросту пропадают. Посему нужно быть максимально экономным и лишнее забирать с врага. Подполз к окопу противника. Решил попробовать кинуть туда гранату, но был подстрелен врагом и направился в таверну. Взял со склада боеприпасы и снова в бой. Прыгнул в окоп, где были мои товарищи. Пытался помочь им вести огонь на подавление. Однако, против нас был целый танк и я решил обойти врага с тылу. В тот момент это был наиболее здравомысляющий план. Но все же решил вернуться в окоп к команде и пожалел об этом. Ведь танк там все еще был. И он совершил всего один выстрел, с помощью которого я направился на базу. И все по новой. Взял со склада оружие и боеприпасы. После чего пошел в тот же окоп продолжать наступление. В окопе уже была пехота врага, которую мы успешно зачистили. Но вражеский танк продолжал периодически настреливать по окопу. И так как я был сильно ранен, то потерял сознание. Медик рядом не оказалось, я вновь отправился на базу. Да, ребята, в этой игре мы будем умирать гораздо чаще, чем могли бы подумать. Направился на очередной прорыв. Решил отжать у врага окоп. Под пулями вражеского пехотинца я закинул в окоп гранату. Подождал некоторое время и спустился туда. Там уже находились наши бойцы. И в целом окоп был отжат у противника. Некоторое время я просто сидел в окопе и пережидал, пока танки артиллерии не настреляются. Изредка выглядывая наружу и ведя огонь вслепую. Стрелял по возможному нахождению врага. Решил выбежать из окопа и перебежать на другую сторону дороги. Попытался подойти к противнику с тыла. Однако был застрелен пехотинцем, находящимся в окопе. После возрождения я побежал в окоп, где был изначально, но стоило мне туда зайти, как тут же ко мне прилетела вражеская граната и я снова оказался на базе. И снова забежал в этот самый окоп, однако был максимально осторожен. Увидел, откуда враг закидывает нас гранатами и стал вести по нему огонь. В окоп прилетело еще одно, но я успел лечь и не получил серьезных травм. Нам надоело терпеть налеты противника с западной стороны и мы сделали на него вылазку, оставив время на окоп. Обнаружили врага и открыли по нему огонь, а добавок я кинул в него гранату. Так мы зачистили фланг от нежелательных угроз. А перед тем как продолжить, надоело ждать скидки в Steam, хотите халявы? Сервис Games for Farm. Каждому даст возможность урвать лакомные кусочки, созданные геймерами для геймеров. Легендарные проекты гейминдустрии, интересные инди, ежедневные розыгрыши, раздачи и конкурсы. Все это вы найдете по ссылке в описании. Не нужно ждать, присоединяйтесь к сообществу и наслаждайтесь качественным контентом. Было ночное время и я ходил по лесу в поисках диверсионных отрядов, которые обкидывали наш окоп гранатами. Повстречал вражеского пехотинца и вступил с ним в бой, когда понял, что состояние моего здоровья плачевное перелег на землю, где враг чисто случайно меня добил. Надеюсь мои товарищи смогли за меня отомстить, а тем временем я перенесся обратно на базу и все по старой схеме. Подбежав к зоне боевых действий, я с одним из наших попытался занять вражеский окоп, однако тиммейт был подстрелен и я укрылся в одном из наших и вел упреждающий огонь в надежде, что задену врага. Однако наш огонь в сторону врага не давал никаких результатов, только тратили боезапас. Посему я решил перейти на другую сторону к своим бойцам, но был подстрелен из пушки танка. После возрождения я экипировался и занял прежние позиции. Увидел в окопе раненого бойца, которого положил на плечи и потащил к базе для оказания первой помощи, но не успел его донести, он скончался, то ли сам сдался, то ли его раны были супер смертельны. Ну а я побежал обратно. Наконец наступило утро и позиция врага просматривалась куда лучше, посему занял позицию чуть левее от основного окопа и вел огонь по врагу, который периодически там пробегал. Я подошел слишком близко к базе противника и был расстрелян с помощью дотов. И мне пришлось возвращаться в окоп и немного подлечиться. После чего решил обойти врага, вылез из окопа и побежал в западном направлении, где увидел его и началась перестрелка. Но враг одержал победу, будучи более точным, чем я. После возрождения я совместно с одним из союзников направились практически в самый тыл врага, где заняли позиции и стреляли во вражеских пехотинцев, что пробегали мимо. Таким образом нам удалось ранить и убить нескольких вражеских бойцов. До тех пор, пока наши позиции не были рассекречены и враг стал передвигаться более аккуратно. Ну и так как враг рассекретил мою позицию, долго мне удерживать данную линию не удалось. Вражеский пехотинец подобрался ко мне со спины и успешно меня ликвидировал. После возрождения я попробовал еще раз занять прежнюю позицию. Однако, когда я подошел, там меня уже поджидал противник, с которым я вступил в бой и опять же проиграл. Видимо, данная позиция полностью себя изжила. Да и подобраться ближе для укрытия у меня не удалось, и нужно было менять план. После ряда возрождений я заметил, что боеприпасы и оружие на нашем складе практически закончились, и никто не поставлял новых. Посему я взял грузовик и поехал на ближайший склад, где загрузил в него оружие и боеприпасы, а после направился обратно в зону боевых действий. Также из-за дефицита боеприпасов враг начал теснить нас и был чуть ли не у нас на базе. Посему нужно было как можно быстрее возвратиться обратно, а по-хорошему нужно бы еще таких 3, а то и 4 рейса сделать, а еще лучше на нескольких машинах, иначе выпахивает потерей позиции как минимум. Буквально через 10 минут я возвратился к базе, где припарковал грузовики и выгрузил все, что привез со склада. А сам взял оружие, боеприпасы, пару гранат и пошел освобождать занятые врагом территории. На дворе была поздняя ночь, и видимость была минимальной. Этот расклад был хорош для нас, так как мы могли подойти на максимально близкое расстояние к врагу. Запрыгнул я в окоп к врагу и стал вести по нему огонь, однако первоначально ему удалось скрыться. Но пехотинец решил не отступать и начал со мной перестреливаться, где я одержал победу. Но по мне также начали вести огонь с пулемета автомобили, а также какого подоспели вражеские пехотинцы и меня убили. В связи с отсутствием боеприпасов, прежняя позиция была потеряна и полностью занята врагом. Посему я направился на другую линию противостояния, где по крайней мере был полный склад, а также у нас была техника и солдаты для наступления. Я решил разведать местность и самостоятельно направился на линию передовой. Встретился с врагом лицом к лицу. Однако, так как я решил кинуть с него гранату, то враг воспользовался этим и попросту расстрелял меня. А от гранаты легко вернулся, так как видел траекторию ее полета. Мораль басни. Не стоит кидать гранаты на открытой местности, тем более не из-за укрытия, так как враг с автоматом моментально этим воспользуется. После возрождения мне удалось максимально близко подойти к врагу, а именно я подошел к вражескому укреплению, где враги возрождались. Кинул туда гранату и зашел в него, однако врагов там не было и был лишь один мой союзник, который зашел с другого входа, благо его не задело. Однако, стоило мне выйти с противоположной стороны данного укрепления, сразу же и враг нарисовался, но мы с напарником раскатали его в два ствола, в буквальном смысле. Но и меня чуть позже подстрелили доты данного здания, по всей видимости они стреляют автоматически и нужно их избегать. После возрождения стал действовать совместно со своим тиммейтом, и мы вместе направились в сторону фронта. По пути встретили вражеского солдата, который засел у нас в окопе, мы конечно его устранили, однако я отправился на покой. Нужно будет вести себя аккуратнее, так как враг подошел к нам уже слишком близко. После моего возрождения мы решили пойти вглубь карты, практически в самый тыл врага, отжимать новые территории и разрушать их постройки. Пробежали вражеские укрытия, где довольно длительное время враг уже не возрождался, и продвигались все дальше по карте. По сути мы были на территории врага и нам нужно было вести себя максимально осторожно, если не хотим оказаться на базе и повторять данный путь вновь. Пробежали длинные окопы и добежали до деревушки, где никого не было и мы направились дальше. Шли на протяжении минут 15. Знал бы, что так глубоко зайдем, нашел бы машину. Забежали на подобие вражеского завода, осмотрели его, но врага найти не удалось, посему пошли дальше. Зашли еще на один строящийся объект и наконец-таки нашли заблудившегося вражеского пехотинца, по которому я сразу же открыл огонь и он спрятался за пенек. Мой напарник остался на прежней позиции, а я решил обойти врага, да и гранатку кинул в его направлении, получив при этом одно попадание в спину. И пока враг был отвлечен на моего напарника, я добил его точным выстрелом в голову. Но и сам от полученных травм скончался. Уж очень точно стрелял этот пехотинец. Появились мы с напарником на базе, взяли вооружение и пошли обратно на передовую. В этот раз будем действовать более тактически и не дадим врагу вот так вот настрелять по нам обоим сразу. По пути встретили несколько союзных бойцов и дальше направились уже вместе. Подошли к какой-то деревушке, где были вражеские солдаты и начали ее штурмовать. Также на дороге появился вражеский грузовик, по которому мы открыли огонь. По всей видимости к врагу уехало вооружение. Машина остановилась, из нее выбежал вражеский пехотинец, который стал от нас убегать. И естественно мы побежали за ним. Он убежал уже достаточно далеко, я решил обойти его, зайти с другой стороны и начал обходить рельефную местность. Кстати говоря, каким-то непонятным образом моего тиммейта убили. Я даже не понял как, ведь он держался позади меня, а с тылу враг не подходил. Короче, оббежал я врага и отомстил за своего напарника точным выстрелом в голову. После чего я начал подниматься по возвышенности в деревню врага. Однако наткнулся сразу на нескольких бойцов, одного из которых ранил и решил отойти. Так как позиция у них была слегка лучше, нежели моя. Отошел на занятые нашими войсками позиции и был приятно удивлен подоспевшему танку. Теперь там можем более эффективно штурмовать вражескую территорию. Подошел впритык к окопу врага и несколькими попаданиями уничтожил одного из бойцов. И после нескольких удачных вылазок я совершил ошибку и вышел под дот, из которого был расстрелян. Когда мы вновь возродились, то побежали занимать прежнюю территорию. Было уже темно и видимость была минимальной. В ночи наткнулись на вражеского бойца, которого тут же ликвидировали. И пока мы его лутали, то увидели еще одного, которого также точным выстрелом отправили в таверну. Казалось бы, нам везло, но когда прошли чуть дальше, наткнулись на вражеский танк, который расстрелял нас, используя пулемет. Вот такие вот интересные истории получились у меня в игре Foxhole. Хочу отметить, что игра достаточно интересная, хоть на первый взгляд и кажется однообразной. Ведь здесь абсолютно все делают игроки. Те же постройки, копания копов, выставления дотов и прочее делают люди, что придает игре неповторимость и большую вариативность. А те, кто играет в данную игру, серьезно рассчитывают на калькуляторе точные координаты врага и расстреливают с помощью артиллерии. Ну а если вы не любитель стрелять, то можете заниматься логистикой и подвозить боеприпасы. Также нехитрое занятие. Как-то так. Надеюсь, ты поставил лайк этому видео и оставил свой комментарий, ведь я постараюсь на него ответить. Также хочу тебе сообщить, что у меня есть Бусти канал, где я публикую эксклюзивный контент, а также в скором времени начну просматривать фильмы, сериалы, аниме и все в этом духе. Поэтому переходи по ссылочке и присоединяйся. Всем спасибо за просмотр, удачи и до скорого.